Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но его воспитал отец, который был известным уличным бойцом у него на родине И сказал, что вот эти черты характера моего отца я впитал с детства И они мне помогают в жизни Ну все готово, микрофон в руках у Баффера И остается совсем-совсем немного времени, когда он произнесет свое знаменитое Давайте приготовимся к драке А драка может быть сегодня? Сегодня по всем ожиданиям она должна быть Потому что я думаю, что многие зрители не простят, если будут танцы и не будут драки, да? Нет, ну, танцы могут, может танцы устроить, окей Может это будет его план на бой Но Чесор это не будет принимать за танцы Он будет его загонять, он будет его доставать, догонять Будет пытаться идти как можно чаще Мы помним, еще раз вспоминаем бой Валуева с Хеем Где вот этот план на бой с танцами великолепно сработал тогда у Хея Но Валуев, у него нет скорости Чесора, у него нет этой плотности У него нет такого количества... Он не может делать... Да, количество таких ударов, конечно Конечно, столько в ринге Это вполне объяснимо Не мог, это уже можно говорить в прошедшем времени Потому что Николай хоть официально не заявлял о том, что он повесил уже перчатки на груз Но, конечно, став депутатом, сейчас занимаясь политикой, он уже от большого ринга отошел И вот тот бой с Хеем был последним в его карьере Итак Звучит опять какая-то музыка Ну, все готово уже, все, все действующие И лица, кроме боксеров в ринге Сейчас должен быть объявлен выход И по времени объявлен Все уже должно начаться Андрей, вот мы сейчас рассуждали с Егорем по поводу вот этих раскладов На ваш взгляд, насколько вероятна возможность того, что все-таки боксеры устроят что-то неординарное? Или головой кто-то ударит кого-то? Или там какое-то неспортивное поведение? Может такое? Да, может, конечно Я так же жду, как и все, как и вы Такое-то подоплеке Но в последнем интервью Дэвид Хей сказал, что он нокаутирует не позже шестого раунда В часу? В часу, да Поэтому, наверное, он готовится на бой Но каждый раз все ждут какой-то... Ну, он не сказал точно, в каком это раунде будет, на какой секунде и так далее Он сказал, что не после шестого раунда Ну, мы надеемся на это Хотя шансов у него немного Все-таки... На досрочную победу На досрочную победу перед Чесорой Как правильно сказал Григорий Очень твердый подбородок, стальной подбородок у Дерека Чесоры Почти нет шеи И очень сильный удар Если нокаут и будет, он будет в обратную сторону На досрочных экранах Дерек Чесора, как всегда В такой маске из английского флага Из флага Великобритании даже Как правильно И вот этот плохой мальчик, плохой парень Идет в ринг Вы слышите гул, вы слышите реакцию зрителей Все-таки, конечно, своим и... А, по-моему, это сирена, такая музыка По такой музыке он выходит А, может быть, да Может быть, я поторопился, да Но у него все неординарно Видимо, на ногах бахилы Видимо, дождь на улице И дабы не намочить боксерки, да Чтобы не скользить Дерек одел пакеты на ноги Интересно, я вижу такое первый раз Ну, вообще, экстремально, конечно Устроили организаторы в Лондоне, в Англии И сделать бой под открытым нимом на стадионе Понятно, что они решили собрать Наибольшее количество зрителей Которые купили бы билеты и пришли Пострелили этот бой вживую Тем не менее Не всем это показывается комфортным А ведь там не жарко Потому что очень многие Не в футболках и в шортах А просто были в одежде В пиджаках, в джемперах Во-первых, это Лондон, да Наверное, никогда не отличается Тем более, сейчас уже вторая половина лета Но должна быть большая арена Для такого события Для такого ажиотажа, конечно же Поэтому выиграли этот стадион Ну, сейчас будут длинные выходы Я не сомневаюсь В начале одного, потом другого спортсмена Они, естественно, уже были подогреты этой интригой И просто так, если боксеры выйдут в ринг Получится неправильно Надо сделать все такое Как бы откинуть еще, насколько можно А стадион полный, посмотрите Полный стадион Мы еще гадали с Борисом Заполнятся ли трибуны Да, заполнились все Полностью Под завязкой Ну вот мы видим интерес Дерек Чесора Пошел в ринг Его приветствуют Есть у него и свои поклонники Конечно, у Хея, мне кажется, болельщиков больше Потому что он Вот эту любовь болельщиков заворвал Еще выступая в первом тяжелом весе Не долго, но очень ярко Там, став обладателем двух поясов И после этого уже, как лучший боксер Первого тяжелого веса Перешел в супертяжи Дерек Чесора Как бомж С пакетами на ногах Но это действительно необходимая предосторожность Потому что намочить боксерки Они будут скользить в ринге Если кладоши будут тем более мокрые Это не дело Мы вспоминаем, что Бой Кличко в Германии Тоже был вот на арене Если я не ошибаюсь В Штутгарде тоже шел дождь тогда И тоже говорили, что вот этот путь От раздевалки до ринга Был совсем непростым Ну что ж Плохой мальчик Дерек Чесора Уже в ринге Беллбой Как всегда уверен Спокойно Флаг Закрывает результационный Ну и вот теперь Майкл Боксер объявляет Дэвида Хея Веселая композиция Дэвида Да Ну вообще он парень, конечно, такой харизматичный Он смотрится хорошо в ринге Сложен великолепно Артистизмом не занимать Умеет себя подать, показать Его вес к этому бою Если я ошибаюсь Был в районе 90 килограмм Да И как мне кажется Это Ну Ну это для него максимальный вес Ну наверное да Все-таки Он до 100 никогда не добирал А вот Чесора Бывал и 112 И 114 Я вспоминаю его бой с Тайсоном Фьюри Который он проиграл Причем проиграл по всем статьям Вот Ну там он просто был Такой разжиревший Посчитал, что Фьюри для него еще не соперник Молодой пацан, 23 года И он выйдет и перебьет его просто Но Фьюри мне очень понравился В том бою Вообще На мой взгляд Один из самых перспективных Супер тяжелых Наверное да Наверное да Очень высокий Скорость 2,6 И скорость хорошая Хорошая скорость При этом он даже Ближний болезнь не теряется Вот с его Ростом С его длиной рук Он выходит на ближний бой И там успевает За счет вот этой ручной скорости Что-то сделает Талантливый парень Одаренный парень Безусловно Тут на подходе еще и Магомед Абдус Аламов Начинает там Крушить в Америке Арпанентов В общем Наступает в супертяжелом весе Я считаю Интересные виды Наступают Ну Виталий Кричко Наверное уже скоро Уйдет С большого ринга Он это и не скрывает Откроется еще одна лазейка И вот эта молодая поросль Такая новая волна Может не совсем молодая Но действительно новая волна Ярких ребят Которые появились Чего так долго не хватало С этого тяжелого веса Такого, да? Да, да, да Слежая кровь Да Ну вот Его ведут под зонтиком Интересно Что у него на ногах Есть пакеты Или нет? Ну показывают нам Значит нет А то бы на это Обязательно Ревьер обратил внимание Ну что Посмотрим Что эти парни Смогут предложить Друг другу в ринге Мы не видели лица Дерека Оно было скрыто Как всегда Вот этим платком С плагом Ну а Хейн Посмотрите Очень На мой взгляд Сосредоточен Спокоен И так Вы знаете Настроен Нет никакого Такого Бахвальства Ничего такого Не наблюдается В его облике Выходит Как на обои Как на зависть Убит Выходит вторым Но действительно Заслуги у него Гораздо Больше Он был чемпионом мира Он был абсолютным чемпионом Он победил Самого Абсолютным Да И был чемпионом мира В этом Тоже А вот видите У него Просто баки Его команда Подготовилась Лучше Сбегали В ближайшую Больницу Взяли Почти Вот тут же В ринге Тренер Товарищ Друг Показывает Вторую капу Это Обязательное Условие При бою Титулом Если будет Настроум Должна быть Запасная Да Этот бой Всего 10 раундов Господа Не в пример Предыдущим Но надеюсь Что эти 10 раундов Если мы посмотрим Телеком Конечно Будут очень захватывающие Открыл личико Дверик Чесора У этих ребят У этих ребят Было Вполне Достаточно Времени Чтобы подготовиться К этому бою И стоить С другой стороны Собственно Как вот Закончился Бой Виталий С Чесорой Со следующего дня Они начали Готовиться К этому Подготовка Началась Да Причем Очень активно Прямо с первого же дня Очень важно Что Эти Боксеры Не боятся Бруг друга Абсолютно Да Это очень важно Очень важно В тяжелом весе Сегодня Поэтому Должна быть Бескомпромиссная Борьба Огромный интерес Сегодня В мире И в России Хочу сказать Огромный интерес К этому бою У меня есть Пример Яркий пример У людей Которые Занимаются И следят За боем Вот У них есть Родители Бабушки Дедушки Людям По 80 лет Они сидят В курсе Они в курсе Они сидят И ждут Этого боя Они смотрят бокс Это говорит Об огромном Интересе Интересе Ну действительно Режиссуры Еще раз скажу Ну просто великолепно Ну а Вот И произнес Свои главные слова Баффер Я до этого Объявил Что рефери Винги будет Луис Побон Из Пуэрта-Рика А боковые судьи Стэнли Кристодоблу Южная Африка Хорошо вам всем известный Рефери Поул Томас Из Англии И Микки Вон Который Тоже Уже Был Рефери В ринге Сегодня вечером Итак Дерек Чесора Вы видите 15 побед 9 досрочных 3 поражения Причем все 3 В последних Трех боях Но это ни о чем Не говорит Хотя Хей И заявлял Вот на тех Пресс-конференциях Которые они устраивали Которые проходили Через Миталлическую сетку Которую раздел Их Это такое Суммашек Леткость Это такое я видел Вообще в первый раз в жизни Но это тоже Мне кажется Часть декорации Поставленного спектакля Хотя Хотя Я считаю Что наверное Были поводы У организаторов Все-таки так Отделить их друг от друга Потому что Если он дал пощечину Кличко То он мог дать По морде И здесь Спокойно Конечно Поэтому Решили просто Избежать Эта ситуация Хеймейкер Хейнастроз Дэвид Хей Два боксера Боксируют По сути Себя на родине Да Да Казалось бы Незначительные титулы Два англичанина Устроили разборку Между собой Но весь мир Сейчас пристально смотрит За этим Так точно Вот Иначе Другими словами Назвать трудно Действительно Разборка Посмотрите в глаза Этих парней Чесора просто Хочет Скушать Съесть его Вся ненависть Во взгляде Идовую другого Посмотрим Попытаемся Определить Физическую форму Чесора Главное для него Есть у него Личневоз Или нет На мой взгляд Нет Похоже что В оптимальной форме Ну а этот парень Всегда в форме Итак Первый раунд Гонг Давайте смотреть Господа Публика просто рвет Ну что Очень яркое начало Вот первый удар Посмотрите Насколько Все-таки Мощнее Выглядит Чесора И сильнее Физически И я боюсь Как бы здесь Быстрота Дэвида Хэ Она может Того просто не спасти Потому что Слишком уж какой-то Большой Широкий И мощный Дэрик Чесора И он еще не начал Боксировать Вот видите Что творится И пока Все-все-все Наши слова События Они Сбываются Посмотрите Что делает Хэй Он не делает Шага назад Он бьет Навстречу Он пытается Попасть Он пытается Наказать За каждое Движение Дэрика Он вообще рискует Посмотрите Абсолютно С первых секунд Опуская руки Очень остро Очень остро Действует Хэй Чесора Пока подбирается Бесспорно Боксеры изучали Друг друга Очень долго Мало того Что они знают Друг друга Так еще Они готовились Конкретно К этому Болю Конкретно Они выстраивали Так что Настолько Четко Чтобы не допустить Ошибки Раз И чтобы Желательно Закончить бой До срочно Поэтому Подтвердить Тот здесь Негатив Который был До боя Эти слова И грустные Сказанные Друг другу Так вот Ну вот Я вижу У Дэвида Хэя Такие Вместо Боксеров И подбоксерского Такие кеты В своем разном Или кроссовки Кроссовки Но причем По-моему На какой-то Платформе Да То есть Не на тонкой подошве Очень Очень Странно На самом деле В кроссовках Боксировать Очень опасно И можно подвернуть Голеносток Ну Я не знаю Может специальная модель Была сделана Для него Для этого боя Сложно сказать На самом деле Ну Как-то Визуально Кроссовки Как когда-то Вот ребятишки На первенстве Области Да Когда не хватало Боксеров Все Одевали Кроссовки Или кеты Ну Возможно Там какая-то Новая мода В мире бокса Что мы сейчас видим Окей Со своей На порядок Выше скоростью Пока Делает Все Что ему хочется Чисорова Подбирается Попасть пока не может Но Где-то назревает То есть Вы считаете Что Сейчас Коя впереди Мне не верится Чисорова Намного активнее Он Давит Давит Попасть Если он уничтожен, то бросай его. Ты хорошо? Ставь его, когда ты идешь, держи его. Понимаешь? Стой на него. Не дай ему эту комнату. Ты хорошо? Итак, очень интересный раунд. Мы посмотрели. И, действительно, Хейб не бежит, не убегает. Он действует, действительно, пользуется всеми своими козырями. Но он не уходит от боя. Пока вот это его и ручная, и ножная скорость его спасают. И реакция тоже. Но вот Чисоро, наконец, пошел вперед более убедительно. Я перебью в углу, сказали секунданты, не стой перед ним. Не стой перед ним, не превращайся в мишель. Да, он получил такую довольно внушительную сбучку за этот перерыв. И, по-моему, по делу. Хейб ведет себя очень расслабленно. Абсолютно. Чувствует себя хозяином. Навязывается. И внешне он это показывает. Абсолютно. Я считаю, что пока картинка боя абсолютно складывается в пользу Хейб. И вот попадание. Вот попадание мы с вами увидели. Да, подбородок сильный, конечно, он держит удары. Но, если таких ударов будет много... Насколько сейчас свободнее, да, смотрится Хейб. Абсолютно раскован. Абсолютно в себе, если так можно сказать. И контролирует каждую секунду поединка. Вот, действительно, я опять-таки обращаю внимание. Обычные кроссовки на ногах у Хейб. В таких бегают утром. В таких играют, я не знаю, в баскетбол, в теннис. Но, как мы видим, теперь иногда и боксируют. Чесора не может найти свою дистанцию. Получается так, что он делает шаг вперед без удара. И выходит на ту дистанцию, где удобно... Дистанция для Хея. Да. И там либо Хея уже нет, либо Хея его в это время... Да. Эта дистанция опережает. Час попытался обострить, но опять не попал. Хейб ушел как... Просто здесь... Выскользну. Конечно, чувствуется, что Чесора тяжеловат, тяжеловат. Вот сейчас он медленнее Хея, и это заметно. Хея, и разнообразнее. Идет вперед. Дерек Чесора идет вперед, давит. Возможно, он хочет, чтобы Хея вымахался. Возможно, он хочет, чтобы он раскрылся как-то, да? Потому что он сейчас только защищается. Но мы привыкли, что Чесора идет вперед с ударами обычно. Он включает вот эти свои боковые. Он не просто подходит, да? Здесь вот мы видим, он идет, идет, просто давит. Да, он просто давит, но не может пока нанести своего точного удара. Он даже, по-моему, не может прицепиться. Ну вот, Гаримаса вы видели. Да, обменяли взгляды. Ну что, парень, получается, нет? Да, окей. Как бы еще раз подтвердил, кто хозяин в ринге. Этим самым еще больше раз задорил Чесора. Ну, а зная характер Дерека, много не надо. Смотрим повтор. Прямой удар уже на излете практически попадает. А вот здесь точно попал. Неприятно, неприятно, да. Да, растерянно выглядел Чесора. Даже во всем любом облике чувствуется. Улыбка на лице у Дэвида Фея. Сейчас он получает удовольствие от боя. Это видно. Да. У него все получается. Руки опущены. Вот как в прежние времена в Крузер-Вейте. Он, ну, если не издевался, то выглядел очень эффектно в ринге. Вот сегодня, сейчас мы наблюдаем вот похожую картину. Ну, когда он с Мормиком устроился. Я уже не говорю про Маккарино. Да, да. Ну вот, включил свою скорость. Перекручил, вернее, скорость своего двигателя немножко. Дерек. Зажат. Зажат, мы видим. Немножечко зажат, да? Зажат, да. Я согласен. Почему это происходит? Потому что немного не хватает уверенности. Понимает, что не попадает, что промахивается и от этого начинает сковывать. Прямые пытаются всаживать Фея, но тут перчатки были на месте. Примерно одного роста боксера, да? Да, ну, число шире намного. Если он просто вот такой мощнее по своей конституции. Если Хей, конечно, великолепно сложен, да, у него великолепно развитая мускулатура и все. Видно, что он работает над собой постоянно вот этого форма. Вес все в идеальном всегда соотношении и состоянии. Часора больше природного. Часора больше природного. Не получается. Все мимо. Промахивается, промахивается, да. Ну, он вообще часто промахивается, но он обычно гораздо больше бросает ударов. Сейчас мы этого не видим. Заканчивается третий раунд. Мне кажется, Хей очень уверенно ведет этот поединок. Да, с самого начала причем. И вот мы говорили о том, что Часора не устает, что Часора начинает в одном темпе, в одном ритме боя и так же его заканчивает. Но здесь пока мы этого не видим. А я вспоминаю, опять-таки возвращаюсь к бою с Тайсином Фьюри его. И вот там он явно устал под конец боя. Но мы уже говорили, что тогда у него был чересчур большой вес, здесь поменьше. Мы посмотрим, посмотрим. Ну вот он пошел вперед со своими страшными ударами. Вот это драка, вот это драка. Так, здесь нужно быть очень аккуратным, не допускать. Потому что, возможно, он еще будет после окончания раунда начнется. Тайсином Фьюри. Пежнем Фьюри. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Я как раз и спросил у вас, ваши ожидания оправданы вот именно на такой бой, когда не бегает, не танцует, он принимает открытый бой, вот эту битву. Я ждал именно такого поединка, вот я почти был уверен, что оба мужчины бы с принципами, и по крайней мере то, что они говорили, они должны ответить за это. Во-вторых, то, что было до поединка, это была война холодная, и то, что должно пройти в ринге, получится в ринге, все ждут этого, и это получают сейчас. И великолепные эпизоды мы видим, да, вот с точки зрения бокса, особенно в исполнении Киева, по-другому. Да вот я вижу, он устает, посмотрите-ка, он уже начал гулять, а Чесора пошел вперед, он уже давит, и вот что он делает. Очень много промахивается пока. Да, причем бьет по час такими неправильными ударами, как бы так на окна же. Этого делать нельзя, но судья пока закрывает глаза. Ну вот, сейчас опять-таки пытался удалить печатный сварк. Вот это да! И вот поймал его навстречу. Вот это ступор тяжелый вес. И вот поймал его навстречу Хей. Нет, бой будет продолжен. Нет, будет продолжен, но я не видел, что Чесора на Голосе, вот в чем дело. Ну что будет дальше? Пытается спасти Чесора, еще 18 секунд поединка. Вот я не ожидал такого. Тяжело он кличует, хватает за шею Хея. И снова пропускает. Похоже, еще это нокаут. Да, нокаут, господа. Ну, пытается встать. На 8 встал, посмотрите. Но нет. Побода ставили выиграть. Совсем правильно. Яркая, красивая победа, господа. Вот это да! Что сделал Хей? Эти удары, которые он наносил с первого раунда, они все-таки дали себе знать. Количество пересло в качество. Дерик пропускал, пропускал, пропускал и в конце правый прямой достал. Очень красивые комбинации, очень красивые удары Хей в своем лучшем стиле. Ярко, бескомпромисно. И ведь все говорили, да, что у Чесоры шансы в первых раундах, в первых половинах, он должен достать, попасть, выиграть. Хей сказал, что... Он сказал, что в шестом раунде я выиграл. Где-то в районе шестого раунда. Это фантастик. Дверно слово. Ну, красавец, ничего не скажешь. Чесоры я просто не узнал сегодня. Просто не узнал, какой он был в тех боях и каким, порой, беспомощным он выглядел в некоторых эпизодах сегодня. Просто был зажат, да, да. Как-то незадовольствием, он не нашел, не нашел свой ключик, что нужно делать с первого раунда. И Хей начал разбирать, разбирать и разбирать. Вы знаете, я вот опять-таки возвращаюсь к предматчевым всяким разговорам. И когда я сказал, что если Чесора проиграет, четвертое поражение подряд, и вон вспышут, в общем-то, из верхнего эшелона. Мне пытались возразить, говорили, что нет, он же зрелищный боксер. Он очень зрелищный, он будет все равно драться за титулы, за выходить на серьезные боксеры. Бои с очень сильными соперниками, но я боюсь, что вот после такого поражения... Четвертое поражение, ну ладно, одно было несправедливым от Хиллениуса, да. Но после такого поражения его рейтинг, шансы и вообще будущее под большим вопросом. Ох, какой сильный удар. Очень неожиданно, очень неудобно наносить удар Хилл. Наносить первый удар Хилл, да. Отличающий, да. Вот этот боковой, точно в челюсть. Второй уже он просто его добил и бросил вниз. Знаете, если честно, я на протяжении всего поединка чувствовал разницу в классе. Да, да, это самое главное. Это самое главное. Об этом и говорили, и Хей сам говорил об этом. Что ты, мол, парень, ты до меня просто не дотягиваешь как бы все. Все-таки Хей, конечно, он просто преподал урок, он разбивал, разбивал от раунда к раунду и в конце нокаутировал своего соперника. Класс сказывался, он виден, намного разнообразнее был Дэвид, точнее, быстро. Вот итог. И оказывается, не все удары может выдержать Дэрик Чесоро. Против таких, конечно, он бессилен. Ох, какой удар. Да, и взгляд такой, что он очень красочный. Да, очень красочный. Ну, посмотрите, нет ничего, да, никакой злости, никакой агрессии. Нет ничего, что предшествовало этого бою. Вы знаете, господа, вот что я хочу сказать. Они срежиссировали, наверное, во многом этот бой. Они вышли на этот поединок, все сделали для того, чтобы был вот этот ажиотаж. И было как-то интересным. Но в самом бою они показали себя настоящими спортсменами, настоящими боксерами. Не было уже вот того, чего я лично боялся. Посмотрите, тренер обнимается очень дружелюбно с Дэриком. Как будто не было никаких сказанных слов, оскорблений, никакой вражды. Посмотрите, что происходит, да. И вот за это очень многие любят бокс на самом деле. И как будто не получил тогда бут штативом по голове. Причем от своего же продопечного в той драке. Итак, официальный вердикт. Луис Пабон поднимает уже руку Дэвида Хэя. Вот два этих пояса, которые согреют его душу. Но действительно, очень яркая, интересная, красивая победа. ВВА интернационал heavyweight champion, Дэвид Теймакер... Тейм! Тейм! Тейм. Тейм! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это так, ожидание боя, предвкушение, бой абсолютно себя оправдал. Я думаю, довольны все, довольны зрители у экранов телевизоров, довольны зрители в зале, потому что действительно сегодня был красивый спектакль. В первую очередь, сегодня был классный бокс. И это очень важно. Сегодня были настоящие сильные удары, был очень захватывающий, бескомпромиссный, интересный поединок. Вот такие поединки вызывают интерес у зрителя. И уровень бокса, который продемонстрировали, особенно, конечно, что это все касается, в большей мере, Дэвида Хея сегодня. Да, очень высокий вызов. Но куда-то это все моментально улетучилось. Какой месседж вы послали от Виталия Кличко сегодняшнего вечера? Ну вот, он, в общем-то, говорит о том, что он не уходил от этого боя. Это бой, который тоже ожидали когда-то, что он состоится, что Михаил сказал, что после брата я еще задам трехку этому человеку за все, что он сделал до боя. Ну, кстати, я бы посмотрел с сентября, с большим боем Виталия Кличко с Киеном. Да, это был бы тоже очень интересный. Очень интересный. Но пока до этого мы посмотрим сентября, конечно, здесь в Москве в олимпийском бой на Виталия Кличко с Мануэлом Чаром, который был одним из комментаторов вот здесь, на Хантин-парке. Его пригласили специально работать на этом поединке, как и я вас пригласил специально. Спасибо большое, мне было очень приятно. Сегодня доносить до зрителей то, что мы видим на экране. Поэтому сегодня был великолепный, конечно же, вечер. Сегодня был настоящий бокс мирового уровня. Как бы кто бы что бы не говорил, да, сегодня парни показали в ринге очень многое. Да, и такое зрелище не может не нравиться всем любителям бокса. Я думаю, вы с нами солидарны. А на этом мы постепенно заканчиваем нашу трансляцию. Думаю, что все вам очень и очень понравилось. Для вас работали Андрей Шкаликов, Григорий Дрозд, великолепные боксеры. И я, ваш комментатор Борис Скрипков. Смотрите бокс, держите удар. Все в этой жизни у вас будет замечательно. До встречи, господа. До свидания.